Добрый день, друзья мои, коллеги. Это обзор рынка тот компаний Дик Милос, и я, Артур Гзеттин. Общие и базовые показатели индекса потребительских цен в США сократились в марте сильнее, чем предполагал прогноз, отразив таким образом дефляцию цен на топливо, некоторое замедление спроса на текстильную продукцию, расходы, расходов на транспорт и умеренное давление в остальных компонентах. На стороне негативных рисков для потребительской инфляции в США сейчас среди них можно перечислить режим самоизоляции, вермой рост безработицы, усиление дефляции цен на топливо в США, среди положительных факторов можно отметить вовлечение трансферта со стороны правительственной населения, вовлечение государственных расходов, различное фискальное стимулирование и небольшой положительный эффект от монетарной политики. Общий индекс потребительских цен упал на 0,4% в месячном выражении в марте, то есть по сравнению с февралем и таким образом заведлив годичную инфляцию до 1,5%. Падение оказалось сильнее, чем ожидалось, чем был консенсус прогноз, а он закладывал месячное снижение в 0,3%. Основной вклад, в который внесли цены на топливо минус 5,8%. Цены на тестильную продукцию попали на 0,2% и также сильно сократились унесения транспортные расходы. Цены на транспортировку сократились на 0,9%. Остальные потребительские категории уже в марте показали, что дальнейший дренд после режима самоизоляции в инфляции будет негативным, так как в марте по этим остальным компонентам инфляционное давление было слабым, не смогло у нас гладить спад, сильнее всего выросли цены на табач, на продукцию на 1%, цены на медицинские услуги выросли на 0,4%, продуктовая инфляция заставила на 0,3%. Также был небольшой рост цен на жилье, на аренду, на 0,3% выросли цены. Инфляция в сфере успока США сопротивляет 0,1% в месячном выражении и составила 2,1% в годовом выражении против 2,4% в феврале. Рассматривая негативные риски для инфляции, прежде всего стоит отметить, естественно, обрушение цен на нефть недавнее, оно должно просочиться в розничные цены на бензин, в первую очередь, в коммунальные услуги, издержки фирм, издержки таким образом рост цен на остальные товары. На графике, который я представил перед нами, можно видеть, что инфляция в США, индекс потребительских цен, он ходит, будем так говорить, за ценами на нефть, и видно, что резкое снижение цен на нефть, оно предполагает, что инфляция также будет вестись таким же образом, также произойдет ее снижение, просто из-за того, что эффекты низких цен на топливо в США, они проникают в потребительские расходы, как я уже сказал, через снижение расходов на топливо, на коммунальные услуги, на расходы фирм на оплату как коммунальных услуг, транспортные расходы и так далее. Это все представляет издержки фирмы, и, соответственно, снижение издержек демотивирует фирмы пытаться повышать цену на свою продукцию, то есть мы имеем подавление инфляции с этой точки зрения. Ограничение передвижения также негативно скажется на оценах на жилье, ценных размещениях в отелях, также арендных ставках в США. Вес данного компонента в индексе потребительских цен стоит 33%, то есть это значительный компонент, и именно он обуславливает то, что режим самоизоляции карантин в США приведет затем в последующих месяцах к сильным измедлению инфляции, в том, что мы имеем дефляцию в широком показателе. Что касается сектора услуг, сферы услуг, там спрос обычно зависит от динамики заработной платы населения, то есть если заработная плата растет, то у потребителя, у домохозяйства является стимул увеличить свои расходы на услуги, что в принципе очевидно, так вот, из-за взрывного роста беззаработки в США, напомню, что за последние три недели первичные заявки на последующие заработки показали, что она увеличилась на 17 миллионов человек, скорее всего, это придет к дефляции цен именно в сфере услуг, что мы также будем наблюдать, и значительный вес данного компонента в широком индексе потребительских цен, это 26% будет обуславливаться тоже, такой сильный негативный эффект роста беззаработки на инфляцию, на темп роста инфляции. Положительную динамику в ближайшие месяцы, вероятно, сгенерирует компонент продовольствия, на который сейчас население делает акцент, режим самоизоляции этому способствует, рост спроса может не поспевать за ростом предложений из-за сложностей в логистике и может столкнуться с тем, что рост предложения продовольствия не поспевает за ростом потребления, что выразится в увеличении инфляции, но доля этого компонента в индексе потребительских ценов небольшая, составляет всего 14%. В протоколе последнего заседания ФРС отмечалось, что угроза к инфляции в ближайшем будущем низкая, чиновники игнорируют сейчас данную угрозу, потому что, как мы сейчас с вами обсудили, основные компоненты индекса потребительских цен, они, скорее всего, в ближайшем месяце продемонстрируют негативную динамику, что потянет инфляцию вниз. Также думают об этом и чиновники ФРС, они считают, что даже после перезапуска экономики летом или даже если режим ограничения продлится до следующего года, на всех сценариях инфляция, как и ждать чиновники, ослаблит, отражая недоиспользование ресурсов и существенное падение цен на нефтяном рынке, проверка будет долго восстанавливаться. Смягчение кредитных условий, это монетарная политика, не приведет к резкому росту инфляции, по мнению чиновников. Но это как бы логично, так как условия ускорения инфляции за счет эффектов применения монетарных инструментов, это есть следствие именно кредитной экспансии. А кредитная экспансия, это когда спрос умысления на займы, на кредиты растет, а банки, соответственно, желают предлагать больше кредита, то есть растет предложение, растет спрос, если, соответственно, этого не происходит, кредитная экспансия отсутствует, и за счет этого монетарная политика не может найти выход именно в виде ускорения инфляции. Основной эффект от монетарной политики, как у рынка продемонстрировали все предыдущие примеры количественного смягчения, это инфляция цен финансовых активов, то есть акций в первую очередь, рисковых активов, что уже сейчас начало происходить, первые признаки ралли мы видим, мы наблюдаем с вами на рынке, это как раз таки обещание ФРС предоставить безлимитные стимулы воздействовать на все рынки финансовых активов, где ощущается нехватка ликвидность, таким образом стабилизирование их ставки, стабилизируя цены на эти финансовые активы, таким образом предотвращаем дестабилизацию и привлекая снова участников бренда покупать эти финансовые активы, что урожается в их инфляции. Крупный инфляционный риск сейчас заложен в фискальном стимулировании правительства, в том числе трансфертов населения, я помню, что это 1200 долларов на взрослого человека и 500 долларов на ребенка, которые в ближайшее время уже будут реализованы, это предвещает немного непредсказуемую траекторию потребления и может выразиться в такой непредсказуемой, неконтролируемой инфляции на отдельные товары, на отдельные категории товаров. На сегодня у меня все, спасибо за ваше внимание, увидимся с вами в среду.